Доброго ранку, мы из Украины! Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. И как всегда, свой обзор я начну с потери российских войск на фронте в Украине. За последние сутки российские оккупанты потеряли 860 своих военнослужащих. А всего же с начала войны, с 24 февраля, российские освободители потеряли на фронте Украины 120 160 своих военных. Как вы видите, ожесточенная война продолжается. Нет ей ни конца, ни края. Развязал ее российский президент Владимир Путин. И на данный момент он не знает, как остановить эту войну. А самое главное, не хочет этого делать. И мы будем биться до последней капли крови. Ну а утро в России начинается с очередного горения. Сегодня утром в Ангарске вспыхнул очередной эшелон с топливом. Как вы думаете, куда это топливо должно было уехать? Конечно же на фронт в Украину. И российские партизаны, наверное, об этом знали. В сети появились уже фотографии, видео с места происшествия. Горит целый эшелон с бензином и дизельным дублем. А правительство Нидерландов накануне заявило, что оно готово передать Украину несколько комплексов Патриот. Как мы знаем, это лучшие в мире комплексы противовоздушной обороны, которые Путин собирался щелкать как семечки. И несколько комплексов поступит от Нидерландов. Также Нидерланды сообщили, что они готовы обучить 200 специалистов военных наших для работы на этих комплексах. Зачем так много? Потому что в ближайшее время от других стран мы будем получать еще десятки таких комплексов. А вчера правительство США сообщило, что оно готово в Украину поставить суперракеты GLS-DB, которые летят на 160 километров. Эти ракеты запускают с платформ и комплексов Хаймерс, а также М270. И теперь, если измерить все расстояния, можно понять, что такие ракеты будут добивать не только до Крыма, но также до Бердянска и Мариуполя. А также до других лакомых кусочков украинской территории, которая временно аннексирована Россией. Но накануне, буквально вчера-позавчера, депутат Госдумы и генерал Гурулев, который не вылезает с российского ящика и постоянно днем и ночью участвует в телевизионных шоу, заявил, что необходимо остановить поставки тяжелого вооружения в Украину от европейских союзников. И необходимо срочно снести с лица земли Великобританию и Германию. Так как в данный момент на европейском континенте именно они лидируют в поставках тяжелого вооружения в Украину. В общем-то, как всегда, ничего нового по российскому зомбоящику мы услышать не можем. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире, перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре.